Для начала перед выездом тебе нужно обработать руки антисептиком. Почти же с приветствия или посвящение волонтеру. Краткое обучение самому важному – безопасности. Продезинфицировал руки, надел перчатки, маску. После каждого выезда их нужно менять, а руки обеззараживать. Пока сложно представить, сколько средств уйдет за неделю волонтерской работы. Продукт востребованный и дефицитный. Волонтеры обратились за поддержкой в фонд депутата Госдумы Александра Прокопьева. И сейчас разгружают целую партию антисептических средств. Чтобы можно было быстро антисептиком обрабатывать руки и поверхности, для того, чтобы исключить риск контоминации при доставке продуктов и при выезде мобильных бригад нашего волонтерского штаба. А какое время? С этого работы волонтеров и начинается. С самого утра все дежурят на телефонах и формируют список адресов. Нам проходит заявка, мы ее сначала звоним людям. Уточняем весь список продуктов и едем по адресу. Покупаем все продукты и приносим. Каждый день больше 50 заявок. Работают в штабе, как правило, студенты, но есть и те, кто помогает после работы. Добровольцы покупают не только продукты, но и лекарства. Чаще всего помощь просят пожилые. По статистике, именно эти люди в группе риска. Поэтому волонтеры переживают о том, чтобы не стать переносчиками инфекции. Ребята переживают о технике безопасности, поэтому они ее максимально соблюдают. То есть у нас с этим проблем нет, и они не контактируют с пожилыми. То есть здесь у нас все осторожно, и мы каждый раз про это говорим. Лекарства или продукты волонтеры, как правило, оставляют у дверей. Но еще важнее регулярно обрабатывать руки и перчатки дезинфицирующими средствами, чтобы исключить возможность передачи вируса. Безопасность волонтеров и людей, которым они помогают, во многом зависит от стабильного поступления антисептиков. Помощь депутата Госдумы Александра Прокопьева оказалась жизненно необходимой. Анастасия Дорога, Николай Шелко. День с толком.